Скоро православные жители Башкирии будут праздновать крещение Господня. Этот христианский праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей. В память об этом событии в ночь с 18 на 19 января принято окунаться в прорубь с ледяной водой. По информации городской мэрии, для крещенских купаний уфимцам будут доступны семь купелей. На озерах Солдатском и Кустаревском, на реке Белой, вблизи спорткомплексов Юность и Биатлон, а также в створе улицы Воронежской в Нижегородке, на реке Уфа, на пляже Берег Солнца и в районе Князевской переправы. Но погружаться в ледяную воду можно не всем. Напоминает в Роспотребнадзоре Башкирия, если у вас повышенное артериальное давление, то от купания лучше воздержаться. Отказаться от погружения также придется в случае алкогольного опьянения. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы, растереть, размяться, побыть на воздухе. Не следует нырять в прорубь вперед головой. Это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания. Первыми в воду опускаются ноги. Прыгать и нырять в прорубь запрещается. Выходя из купели, необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих. МЧС Башкирия предупреждает, что омовение можно проводить только в специально оборудованных купелях. В таких местах будут дежурить медики и спасатели. Созданы все условия для безопасности крещенских купаний. Если вы недавно переболели, то лучше в этом году пропустить омовение. Также опасно нырять в прорубь при наличии заболеваний головного мозга и сосудов. Новичкам рекомендуется не погружаться в купель с головой. Оптимальное время нахождения в проруби около одной минуты. В избежание травм возьмите с собой удобную, не скользкую обувь. После купания необходимо обтереться сухим полотенцем и надеть теплую одежду. Выпить горячий чай. Как сообщает мэрия города, купели начнут принимать желающих окунуться 18 января после 9 часов вечера. К этому времени все городские места купаний планируют осветить. Артур Бигнов, телеканал ЮТВ